У дома культуры нефтяник не вовремя свернувшая автолюбительница устроила аварию, в которой оказался поврежден недешевый немецкий кроссовер. 60-летняя хабаровчанка на Субару Форестер двигалась со стороны улицы Джамбула и собиралась свернуть налево во дворы. Женщина ехала к дому своей сестры. Автомобилистка не заметила, едущей навстречу Volkswagen Touareg. Двухтонная машина немецкого производства на полном ходу врезалась в Форестер почти в лоб. И без автоинспекторов было понятно, что виновата в этом ДТП женщина. Своё оправдание она говорила лишь одно – не заметила. Перед ней ехал ещё один автомобиль, за которым она и не увидела встречного шофёра. Я шла за машиной, сюда поворот. Я думала, он очень тихо, я думала, он стоит. И он тут как раз ко мне выскочил. А почему вы подумали, что он стоит? Ну, он медленно, видать, или стоял, или ехал, или он тронулся. Только я не заметила, потому что я видела, что как чистая дорога за той машиной. 26-летний владелец кроссовера говорил, что двигался со скоростью около 40 км в час. В водительском мастерстве своей оппонентке, автомобилистке с 10-летним стажем, молодой человек засомневался. Ну, не так я медленно ехал, чтобы я прям стоял. Ну, то, что она как бы даже перед поворотом налево не притормаживать ничего не начала, а просто ходом прям из большой машины выехала, из-за которой она явно ничего не видела. Ну, её не красит как водителя. В ожидании сотрудников ДПС водители занимались очисткой багажников. После удара обе машины оказались испачканы белым. В немецком автомобиле хозяин вёз краску, а в Форестере разлилось молоко, которое пенсионерка вязала своей сестре. С места происшествия Денис Коршунов, Ольга Кошелева и Александр Савчук. Денис Коршунов, Ольга Кошелева и Александр Савчук.